Пришёл сюда как ополчение, боец, даже не знаю, как это называть. Я не могу говорить для всех бразилец, которые служили со мной, но для тех, которые были близко с нами, со мной. И я могу говорить для тех, которые близко, они тоже, к сожалению. Мы все учили более-менее то же самое время. Я действительно хочу помогать, но это не такой огромный ущип, как вы ходите с оружием. Я знаю, что вы не будете верить в меня, но если я хочу помогать, то должно быть как гуманитарская помощь. И я только один вещь могу показать, что я... Два вещи, наверное. Был один артикл, который один бразильский журналист писал, который СМУ сказал. Я сказал, что варианты должны кончились, и всё должно быть как гранж. Я ещё был в септябре, я ещё был в Тарв ДНР. И вторая вещь, которую я могу показать, я дал мой пароль для электронной почты, социальной сети для СБУ. И вы можете проверять, даже сейчас везде они уже не проверяли. Все люди, которые попытались обращаться со мной по поводу, что я был в Донбасс, и как там пригодить, я не отвечал вообще. А ты наоборот отвечали, правильно? Я не дал ничего, я молчу. По тех других людях, да? Да. Понял. Я всё заключил, я по поводу Базны сказал, я серьёзно стеснял. Всё, что касается вас, вы сказали, а по другим вы как бы не хотите комментировать, с людьми, 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 с людьми. Или как, ну, навредить кому-то. Я не могу говорить о ютубе для других человек. Рафаэль, если тебя спросят кто-то, надо ехать на Донбасс? Нет. Нет. Война никогда не будет делать ничего лучше. Это день, который тратеный, вещь, который не буду устраивать, ничего лучше. Всё будем убить и раз, раз, но когда... Деструить, как это по-русски? Уничтожить. Уничтожить. Сколько людей же не умирало, только виду вас. Десять, больше, то десять здесь. И что это время, строительная страна, война, это не очевидно. Это что не делает, это война. А ты поменял свою точку зрения на фашизм в Украине, так называемый? Я не видел ни один фашиста здесь. Нет. И человек, когда я был в СПУ, они нормально прощались со мной. Всё, даже если я воевал против вас. Рафаэль, а что вот с твоими друзьями, которые были в ДНР, которые тоже были с других стран, как Микаэль, так Ахаша и Николай Перович, они там остались или они вернулись? Они в ДНР или где? Кто? Твои интербригады с иностранной легионом, друзья, которые были? То, что я знаю, они все вернулись в каждом своем эстанте. Вернулись в свои страны, да? Они, ну, их не арестовали, они все живые? Я знаю, что один был проблем через границу, потому что нисколько гражданских нельзя идти в Россию без вызова. А гражданских в Бразилии можно без лиза, режим, как и в Украине, не можно прийти сюда без лиза. То есть, а ты осуждаешь ту деятельность, которую ведет Рафаэль Машадо, да или нет? Я надо приводить. Осуждаешь? Осуждаешь. Что-то главное сказать, он не понимает слова осуждающего. То, что делает Рафаэль Масадо, это... Машадо. Машадо. Ну, это главный бразильский вербовальщик. Это плохо? Да. А вот как ты видишь свое будущее после приговора? Ты хочешь обмена в Россию, в Донецк, в Бразилию, экстрадицию? Я хочу быть живым, чтобы увидеть мои семьи еще раз, и мои две семьи. Как это будет, я вообще не знаю. Ну, от обмена в ДНР ты хочешь или нет? Я ничего не знаю. Что? До сегодня я не знаю. Завтра, еще не ищет. Я вообще не буду терять от этого вопроса. У тебя семья есть? Есть. Дети есть? Два. Два? Сколько лет? Клаус, он более-менее 6 лет, Руль, он родился в конце июля. Он еще не исчез вместе. Это мальчик? Тихо, мальчик, тихо, мальчик. Тихо, мальчик, тихо.